Перед вами цифровая копия картины «Пётр на Лахте спасает утопавших». 1724 год. Родился Эммануил Кант, великий немецкий философ, провозгласивший «дайте мне материю, и я построю из неё мир». Основано старейшее издательство Англии Лонгман. Лахта. Петру 52 года. В первых числах ноября, возвращаясь из Шлиссельбурга, царь сделал остановку в усадьбе Ближней Дубки и далее планировал отправиться в Петербург. По пути он увидел, как плывущий из Кронштадта небольшой корабль с солдатами сел на мель. Согласно легенде, Пётр велел приблизиться к судну и решил помочь морякам, столкнув корабль с мелью. Несколько солдат оказались за бортом, и государь, побуждаемый высоким чувством человеколюбия, словом и примером помогал спасать их из холодных штормовых волн. Наконец, весь измокший и продрогший от холода, Пётр был вынужден вернуться ночевать в Дубки. Ночью у него началась лихорадка и болезненное сжение в животе. История на Лахте не была последней каплей, но усугубила болезнь. Пётр продолжал вести государственные дела, посещать общественные праздники и ассамблеи. 6 января 1725 года царь снова простудился, и с этого момента ему становится всё хуже. 26 января в начале шестого часа утра Пётр I скончался. Императору было 52 года. Перед вами цифровая копия картины «Пётр на Лахте спасает утопавших», написанной для выставки 1872 года Фердинандом Геллицем. Оригинал хранится в Государственном русском музее. Субтитры создавал DimaTorzok